Трагедия в аэропорту Бейрута обнажила многолетние проблемы всех крупных морских портов. Ведь во многих из них грузы, которые могут представлять серьезную опасность, действительно могут залеживаться годами. Да и в целом, работа в морском порту таит в себе множество угроз. После Бейрута во всех гаванях усиливают меры безопасности. Не стали исключением и главные морские ворота Казахстана. Порт Вактау сейчас на особом контроле. О том, какие меры безопасности принимаются, расскажет Аягос Макенова. Актауский порт – главные морские ворота страны. На стратегическом объекте сейчас действует строгий карантин. Однако работа не останавливается ни на минуту. В данный момент ведется интенсивная погрузка и разгрузка. Самый опасный груз, который проходит через порт – сырая нефть. Ее транспортировка – это сложнейший процесс и требует строжайшего соблюдения техники безопасности. На всех причалах имеется современная автоматизированная система пожаротушения. В настоящее время состояние техники безопасности в порту Актау находится на должном уровне, позволяющем не допускать аварийных ситуаций. На всех нефтеналивных причалах у нас действует система автоматической пожарной защиты, которая используется для пожаротушения. Вода, а также пена специальная. В этом году руководство порта планирует переправить около 2 миллионов тонн нефти, плюс к этому 30 тысяч тонн контейнерных грузов, а также около миллиона тонн зерна. В связи с карантином объемы работ в морском порту сократились наполовину. Но, несмотря на это, план необходимо выполнить. Погрузка и разгрузка ведется полным ходом с соблюдением всех санитарных норм. Основная работа у нас – это выгрузка судна, погрузка судна, погрузка вагонов, погрузка автомашин, перевалка контейнеров. Сейчас у нас контейнерная перевалка есть. Работаем как с вагонов, так и с кораблей грузим, выгружаем, грузим на вагоны. Работа есть в карантинный период, работа не останавливается. Соблюдается все миры предосторожности. Медосмотр с утра, вечером опять медосмотр. В общем, все живы-здоровы. Грузы из порта «Октау» в основном отправляются по направлению Ирана, Азербайджана и по маршруту Китай-Западная Европа. Несмотря на ограничения, пока еще не было допущено ни одного срыва сроков отправки или приемки груза. В руководстве гавани уверены, что этого удается добиться благодаря железной дисциплине сотрудников. Айгоз Макенова, Сабит Амангель Делле, телеканал «Атамикен Бизнес».